В НПО имени Лавочкина готовится спектр РГ, орбитальная обсерватория для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Чтобы наблюдением не мешала атмосфера и радиационные пояса Земли, аппарат будет работать в так называемой точке Лагранжа, в полутора миллионах километрах от Земли. Запуск планируется в 2017 году. Вот мы можем здесь видеть один из фрагментов двигательной установки. Это бак двигательной установки с двигателями коррекции и стабилизации. На этой же платформе установлены средства, которые обеспечивают подсоединение солнечной батареи и приведение их в обращение в зависимости от того, какая ориентация относительно Солнца, чтобы можно было всегда иметь питание на борту. Телескопы спектра просканируют небосвод, посчитают галактики и, возможно, заглянут в далекое прошлое. Научная программа рентген-гамма рассчитана на 7 лет, но практика радиоастрона, пионера серии спутников «Спектр», который успешно работает в космосе уже 5 лет, показывает, это не предел. Космос является, естественно, лабораторией. И мы можем, допустим, когда мы говорим о сверхплотных состояниях вещества, такие как нейтронная звезда или там черная дель, там совершенно уникальное уравнение состояния. То есть, в общем-то, я могу сказать, привести такой пример, что ядерная реакция, она вообще была открыта с помощью наблюдений на Солнце. Наблюдая за звездами, астрофизики планируют открыть более 100 тысяч новых скоплений галактик. И, возможно, понять, из чего образовалась материя и почему во Вселенной она занимает ничтожно малые 4%. То есть, мы ожидаем, что мы увидим все массивные скопления галактик, то есть скопления галактик с массами больше 3 на 10-14 масс Солнца. И мы увидим несколько миллионов, 3-4 миллиона сверхмассивных черных дыр. То есть, это черные дыры с массами 10-9, 10-10 миллиардов масс Солнца, которые находятся в центре других галактик. Увидев все вот эти скопления до такого расстояния, мы сможем проследить не просто их положение, но и проследить эволюцию. То есть, как вот эти массивные скопления эволюционировали с расширением Вселенной, как приближались к нашему времени. В это же время, когда полетит в космос спектр РГ, условия первых мгновений жизни Вселенной попробуют смоделировать на Земле. В 120 километрах от Москвы на российском ускорителе заряженных частиц, который еще называют коллайдером. Здесь смыкается физика сегодняшнего дня с физикой ранней Вселенной, с космосом, потому что оказывается, что процессы, которые мы изучаем в физике элементарных частиц, и процессы, которые изучает космика, наблюдая космические объекты, вот здесь смыкаются, поскольку законы одни и те же. Вот как бы мы с двух разных сторон приближаемся к пониманию вот этой самой истины. В Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, начался главный этап международного проекта НИКО. Название амбициозное, как и научные задачи. НИКО — это аббревиатура и одновременно имя древнегреческой богини Победы. НИКО — это не первый проект, который посвящен столкновению тяжелых ионов. Но НИКО — первый проект, который будет работать в той области энергии, где мы можем получить совершенно новую информацию, ту, которую никто еще до нас не получал. А именно, что произошло в первую секунду после Большого взрыва, как родилась та Вселенная, в которой мы с вами живем. Это так называемая барионная Вселенная, в которой есть протоны, нейтроны, из них образуются ядра из ядер, атомы, молекулы и все сущее, что мы видим, что окружает нас. Впервые в лабораторных условиях будет воссоздана максимальная плотность ядерной материи, та, которая существовала в первые мгновения возникновения Вселенной, та, которая существует сейчас только в нейтронных звездах. В отличие от Большого адронного коллайдера в швейцарском Церне, в Дубне не стали рыть тоннели и копать шахты. Нуклатрон создается на базе уже существующего ускорителя заряженных частиц. По сути, НИКО — это каскад из трех ускорителей. Первый — сверхпроводящий ионный синхротрон-нуклатрон. Второй — так называемый бустер, обеспечивая частицам необходимое ускорение. Плюс два кольца коллайдера, в котором и будут сталкиваться протоны. Авторы проекта НИКО еще называют его «Вселенная в лаборатории». Ведь эксперимент по столкновению тяжелых ионов позволит получить ответ, как первичная плазма переходит в привычный для нас мир частиц. Поэтому вот эту субстанцию, которая пока еще плохо изучена и непонятна, и это одна из задач этого коллайдера — изучить эту субстанцию, она называется «Кварк-глионная плазма». Немаловажная особенность НИКО — многие компоненты коллайдера отечественные. Так в самом Объединенном институте действует завод по изготовлению сверхпроводящих магнитов, в том числе для коллайдера НИКО. Магниты — это наш конек, это лучшее, что мы можем делать. И к нам приезжают из Германии, из Церны за этими магнитами. Кроме поисков тайн мироздания, НИКО может решать и вполне прикладные задачи. Например, исследовать влияние ионных пучков на живые организмы. На базе коллайдера можно развивать адронные углеродные технологии, чтобы лечить человека от самых серьезных болезней. Еще одно важное направление ядерных исследований — тестирование микроэлектроники для космических программ. Это очень важно, потому что космические аппараты, которые летают в дальнем космосе, подвергаются воздействию тяжелых ионов. Не только тяжелых, но и разным другим облучениям. Но именно тяжелые ионы — наиболее агрессивная среда и наиболее сложная компонента. Проникая, даже один ион может уничтожить целый блок электроники. Поэтому изучение стойкости электроники и схем к кондиционному излучению, к облучению тяжелыми ионами — важнейший этап продвижения технологий для космических аппаратов. Спектр РГ и НИКО, кроме глобальных задач, объединяет и то, что оба проекта и космические наземные — международные. Два главных телескопа спектра — российский АРТ и немецкий АРОЗИТО — будут отмечать на небосводе интересующие ученых объекты. А наземные телескопы рассматривать их детально. Нам понадобится наблюдение Земли крупными телескопами. И в России мы, конечно же, будем подключать все существующие телескопы. Допустим, БТА — шестиметровый телескоп. Новый телескоп, который был введен недавно в эксплуатацию университета московским на Кавказе — 2,5 метра. В Иркутске есть Саянская обсерватория и так далее. На Терсколе двухметровый телескоп Института астрономии. Ну и, естественно, у нас будут западные партнеры, которые могут помогать и проявляют огромный интерес к нашим наблюдениям. Ядерщики из Дубны тесно сотрудничают с коллегами из Европейского ЦЕРНА и Брукхевинского ядерного центра в США. Оборудование и программное обеспечение для НИКИ разрабатывается специалистами из России, Германии и Болгарии. Вот сейчас около 30 научных работников Болгарии работают в институте. Из них половина работает в лаборатории физики высоких энергий. Я бы сказал, две трети занимаются непосредственно комплексом НИКО. То есть, вот это наш существенный вклад. Благодаря проектам «Спектр» и НИКО у землян появляется все больше возможностей для изучения структуры Вселенной и ее фундаментальных сил – темной материи и темной энергии. Следующий шаг – создание приборов, которые позволят заглянуть еще дальше, за границами раздания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова